так смотрите она вообще выгорит всем привет сегодня мы начинаем наше испытание и первое испытание будет вообще на то чтобы узнать какая у нас прочная краска какие нагрузки она выдерживает что с ней можно делать какую краску мы используем и так мы запишем чтобы зафиксировать эту историю проверка краски и так краски бывают разных видов у нас порошковая покраска используется порошковая покраска я вам сейчас покажу что это такое наглядно почему называется порошковая потому что она напыляется в виде порошка если протереть эти она как пыль она за счет электричества плюс и минусы наносится это все эти стереть она уйдет все и дальше она завозится на больших тележках у нас в печи порошковой окраски и в этих печах с температурой около 200 градусов она нагревается и запекается сейчас мы проведем краш тест вообще какую нагрузку выдерживает там по температуре сама краску уже после запекания и вообще я думаю получится показать вам сам процесс запекания этой краски смотрите ведь она стала стала глянцевой где-то стянулась как корочка потому что неравномерное нанесение происходит неравномерное распределение температуры печь она-то по-другому нагревается я вам хочу показать что происходит вот здесь можно видеть покрывается глянцем то что она достигла нужной температуры и уже стала в виде скорлупки тут уже не стягивается я думаю до глянца дойдет и это будет знать что все я сейчас трогать ее не буду отложу видите покрылась корочкой и сейчас остынет пока мы будем проверять сам каркас и после этого вы увидите что произошло а сейчас мы проверим что происходит если перегреть вот эту краску которая уже запеклась смотрите нам бы еще здесь термометр конечно помог на следующие испытания мы его найдем если долго долго нагревать просто можно ли оставлять кокон под солнцем да можно ребят то что с краской ничего не произойдет она только еще лучше запечется будем ждать пока она поплывет пока ничего не плывет время мы сейчас засекли на иногда узнаем сколько выдержит прямое попадание газом это вас как на кухне горелка сейчас подгорает ничего не происходит она вообще выгорит интересно начал покрываться черный слой черный нагар так вы видели сколько секунд выдерживает прямое попадание пламени и она сейчас начинает кипеть дальше где-то начинает выгорать и доходит до металла вот что происходит краской вот мы ведь вода все до металла сколько прошло там около минуты пошел дым то что краска начала выгорать все можно ближе посмотреть здесь получился кратер зажгли мы это до металла а вот здесь посмотрим ребят можно ли металл трогать пальцем видите можно то что он уже остыл за пару минут он чуть теплый если долго держать то горячо запеклась видите то что уже ничего не уходит а а вот здесь рядом она уже падает с другой стороны где металл не нагрелся запекание происходит в большой печи и там температура распределяется равномерно тихонько не так быстро запекание проходит от 10 до 15 минут это по тех регламенту вообще и из-за этого стяжек не появляется то что равномерно все застывает как там на изделие видно сейчас будем проверять на физические нагрузки как краска выдерживает там царапины молотком сейчас побьем посмотрим что получится я молотком и честно не бил я не знаю то что что сейчас произойдет достаточно близко видно да все так можно посмотреть следы смотрите ничего не не отколупливается есть ссадины мятины молотка смотрите практически визуально ничего не заметно если неправильно красят запекает не обезжиривают трубы перед покраской то она отслаивается прямо ребят слоями слоями отслаивается прям как скорлупка там когда яйцо чистите вот с него как сходит скорлупка вот краска также сходит мы жестко следим за этим насколько я знаю у нас ребята тоже постукиваниями проверяет качество покраски после того как вышла с малярки вот мы уже посмотрели здесь пользуется тоже самое ребят ничего не видно что у нас смотрите степо ножом проходить она не проходит до конца но верхний слой стирает из-за этого появляются следы если видите вы заденете там ножом да может расцарапаться но при этом краска до конца не проходит то что защитный слой достаточно хороший если наносить краску слишком большим слоем то она вызовет потеки есть разные варианты нанесения это называется шагрень как апельсиновая корочка есть еще который ровно наносится глянцевые краски еще матовые мы используем шагрень потому что в эксплуатации она лучше всего кто-то пока переносил дома мог что-то задеть и на шагрень лучше всего скрываются вот эти все потертости задетости ребят я думаю наш тест на этом закончен кстати вот здесь тоже на коконе такая же порошковая краска поэтому не боится эта краска нахождение на улице единственное какие моменты краска боится это в моменте соединения с металлом где происходит притёртости там если под открытым дождем будет стоять может пойти ржавчина в остальных местах ничего не произойдет и ржавчиной не покрывается в закрытых помещениях понятное дело где не сыра на этом тест закончился спасибо за внимание ребят пишите может у вас какие-то варианты еще как протестировать краску или вообще кокон мы обязательно это учтем и снимем тоже такие тесты я думаю мы поставим плюсик да ребят то что тест пройден тест на прочность краски долговечность краски он пройден у нас галочка тут есть краска вот 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 Продолжение следует...